всем привет сегодня у нас не угол лесового сегодня продолжение ремонта сегодня будем ставить окно но он уже стоит вернее уже поставили сейчас немножко так посмотрим как что там покажу как что сделали поменял брус под окнами в туалете там угол везде все поменял полностью заменил проконопатился тут немножко местами оконопатить еще осталось пока запенивание идет окна денис алексеевич брательник мой запенивает прямо плохо он там баллон не знаю видно будет не видно ладно все потом я пропенит он и потом я зайду покажу там внутри запенивание окна происходит посмотрим он процесс идет запенивание денис алексеевич делает окошко брат мой двоюродный окно вставили на место выровняли сейчас подоконник сразу на место подогнали туда уже прикрутили и получается осталось немного это такой вид изнутри получился здесь усилил уголком вот уголок такой железный это рама держится сама но в окно на этих как они подвесы называются типа вот тоже здесь четыре штуки тут провод надо будет как-то так обвести вокруг окна эту розетку все но по-любому на будет оставлять для холодильника как еще мысль такая есть вот эту стенку снести вот по стиральной машинке где-то вот примерно так и убрать или дальше даже сделать короче вот тут как такое пространство будет открытое ну как больше получается пространство будет на кухне без этой стенки коридор такой тоже вот он не то не все он и узкие такое и сюда не поставить никакую не прихожую ничего вон вешалки стоят висят на стенке вот вешалка тут у меня две вешалки такие висят вот одежду вешаешь тоже так планировка такая тоже дурацкая стенка держится мертва сейчас чуть тем более окно вставили пеной как бы скрепилось на пене и сейчас вообще мощно все держит? тут на саморе и закручен вот тут саморез вот так вот сюда-сюда саморез вот сюда саморез сюда здесь тоже так же сюда и сюда так все перекручен там туда саморез вверху закручены какие-то еще где-то тут сильно уголок где то здесь вот так тоже саморезами все скрутил каждое бревно каждый брус между собой там где-то тут что еще вот здесь саморезы вот сюда саморез сюда саморез здесь здесь вот здесь короче все намертво и в принципе тут готово можно короче вот эту стену разбирать уже скоро пока окон не было тут вот так надо что-то это брус менял блин столько мух вообще жопа откуда они берутся в целый рой мух тут на этих висят это есть это так еще не но на ленте только прилипшие а как еще сколько так перебили мухобойкой мухобойка даже к ушатаная состав это пацан у меня сломал что изоленты замотал сделал типа отремонтировал изоленты пол рулона измотал дверь надо будет на это же менять не знающего ну такую железную ставить хорошую это такая старинная дверь еще древняя советская из этих из брусков сделано внутри бруски такие 50 на 50 типа или насколько там они ну и такие небольшие а сверху обшита как бы получается эти двп там или чем-то таким ну и утепленная тут я его утеплял с обоих сторон обшита еще утеплителем это спрашивают отопление какое-то чё туда-сюда вот печка такая раньше еще получается вот комната здесь тут там маленькая комнату большая и вот в этой комнате маленькой тут посередине тоже вот здесь вот этой стенки не было печка тоже ну торчала тут краю здесь торчала немного сама печка там внутри стояла она занимала там пол комнаты наверно вот этой маленькой вот такая печки вот вот одной такой печкой топимся поедем к сильные морозы приходится кочегарить и конечно ну как бы квартира за небольшая где-то примерно сколько тут 50 квадратов где-то вся квартира это полностью все все пространство вот это это та комната вот там печка тоже с той стороны здесь попадает тепло тоже вот в ту комнату маленькую там поменьше так ну дверь открыта постоянно так все равно нормально сейчас вот закрыта на то что до 100 лет она уже да там туалет как бы был закрытый такой в закрытом пространстве никаких выдержек там каких-то вентиляции ничего не было тут чтобы как бы ну по идее надо делать было сверху и снизу какие-то окна как бы как они сказать чтоб сообщение было допустим с кухней тут как бы ну печку топишь тут тепло всегда жарко на кухне и туда бы чтоб воздух попадал теплый в туалет тогда было нормально конечно лучше вот по идее потом буду стенку делать надо будет какие-то тут все равно делать окна окна такие вентиляционные такие решетки они продаются пластмассовые так как бы одно делать туда вставлять их так чтобы как бы вентиляция шла и внизу где-то здесь тоже это здесь внизу тоже там пару решеток сделать чтобы там закрытом пространстве как бы не оставалось то эта влага чтобы она в дом выходила тоже распределялась одну так окна открываешь двери открываешь там или вытяжку какую-то делать но вытяжку как зимой делать я не знаю там как это зимой вот вытяжку сделаешь она потом там минус 40 все замерзли там обледенеет как там это вообще я вообще не это даже не могу понять как это все делать летом то ладно да тут просто сделал даже есть в окна прям делают не знаю тут на стенке что сделать вот здесь люк какой-то и типа вытяжку такую но даже вот такую можно маленькую вот такую допустим кусок выпилить в брусе и там они продаются такие как специальный вентилятор такой ставится и просто на улицу будет выдувать но он тут же будет когда будет это стоять все тут же будет конденсацию постоянно скапливаться холодный воздух там считая постоянно дырка будет насквозь как-то если закрывать ее там как-то постоянно открывать закрывать как-то не знаю блин тоже как с их летом то ладно зимой как я не вообще не представляю и вот хочу как бы как еще вариант есть чтобы туалет тоже отапливается ну чтоб прогревалась как бы сделаю там полы в туалете эти трубы там просто в цементом залью и от печки сделать встраивают в печку как там называется ну трубу такую как змеевик типа ну ты вот сюда допустим делаю два входа вход выход и туда внутри там как труба такая будет нагревательные элементы от типа печку топишь тут трубы будут выходить и они будут идти там насос можно поставить еще дополнительный можно без насоса сделать раньше помню кого-то видел они без насосов делаются там как-то просто как на нас как сама она как бы ходит циркулирует термосифонная циркуляция так сказать он как бы будет отсюда выходить и туалет погревать можно даже протянуть по идее по всему периметру по всей квартире так по кругу все в ту комнату на самое вот только был маленькая комната плохо отапливается ну большая тоже там принципе тоже так не очень тоже туда можно протянуть и когда топишь печку она все прогреваться будет ну конечно опять печка остыла все уже там тоже остывать бы все эти трубы тоже остыну все равно как бы зимой же постоянно печку топишь и и там топишь по два раза бывает день топишь там утром вечером или вечером там просто кочегаришь там мед ну там долго часа три-четыре там топишь топишь и плюс стены еще стены то чего тоненькие такие вот стена чё на 180 брус брус на 180 ширина так 150 высота и получается ну 180 стенка но тут он в трещинах есть вот трещина вот трещина до едет вот трещин идет и вот с улицы вот такие трещины тоже есть там до пол бруса почти доходит я сейчас тут не видно вот здесь трещины идёт я не знаю тут не видать сейчас то за пенил ос НЕВИДНет на было бы туда некоторых брусиках я видно такая вот речи надо живота здесь типа вот такая только нас той стороны как бы с улицы и получается там 3 где-то бревна получается если на улице мороз минус 40 допустим и вот треть бревна допустим этого бруса уже ну как промерзшая можно сказать ну можно сказать толщина только вот не 180 там 120 всего штукатурка здесь сколько все вот толщина стенки тут понятно на что промерзать будет в это в любом случае 100 процентов промерзли ну где-то вот как-то замечал где-то допустим около стенки если вот такая стенка штукатурена с дранкой и где-то около стенки что-то положить такое теплое ну какую-то какая-то вещь допустим вот бывает что-то забудешь так положишь что-то с края около стенки какое-то сам одеяло просто какое-то или там матрас какой-то так сбоку лежит ну чё теплая такой толстая и у раз убираешь через какое-то время дня два-три пройдет он зимой и под ним здесь и не такую же промерзшая стенка ну как получается . раз и уже перемещается в помещении уже в самом получается как бы это ну промерзает брус надо утеплять с той стороны с улицы и вот хочу как бы этого ну по-любому на утеплять с той стороны минеральной ваты хотя бы 50 минеральную вату бруски набивают и потом железом сайдингом там в это я просто хочу простым профилем железным каким-то сделать и все и от печки вот отопление подвести как местное отопление у нас называют когда в печку вмонтируют вот это но в систему вот эту ну ты но еще бывает делать добавляя чтобы где-то надо раз ты на включил какую-то небольшую даже но опять ты будет мотать счетчик но опять она сама удобно ты на включила на где-то бывает допустим дома никого нету долго если куда-то уехали может зимой то мало ли всяко бывает а ты на включу там даже киловаттная какая на 1 киловатт и она уже потихонечку так система уже работает отапливается помещение тепло уже не замерзнет ничего и сама система не замерзнет если вода залита там не только бы тепло будет все равно более-менее так жары не будет ну ну будет тепло плюсовая будет температура тут еще так бордюры сделаны наш типа как советские времена еще раньше делали вот такие деревянные бордюрчики или как они называются вот это все это буду убирать отдирать все как-то по-другому переделать тут буду пол выравнивать и фанеру стелить фанеру там я не знаю сколько на восемь на десять и потом уже это на фанеру уже вот линолеум опять по идее линолеум можно было выкинуть давно он просто применим на стилен на доску вот доска просто половая ну раньше вообще не было линолеума там вот в той комнате нету линолеума до сих пор но принципе она как бы покрашена там нормально и он как вон волнами так идет доска такая неровная немножко и он волнами так идет шляпа короче тут бордюр около печки он идет так пошляп нам все сделано так и живем в таком колхозе чё делать не миллиардеры живем так сказать какие-то но сейчас как-то будем стремиться к лучшему что-то делать ремонт какой-то так я ремонт уже тут не делал дома лет 15 лет так ну такой вот серьезный последний раз вот 14 лет назад делал брусья менял под окнами полностью окна тут плавится пластиковые ставился вот эту печку наклеивал этот рисунок не это позже уже вы делали сюда это позже но обои это понятно переклеивали уже последний раз я не знаю лет пять назад на работе клею но тут такие обои качественные обои хорошие как они называются шелкография или как она там это бой как она такие как шершавая такая как тиснение такое и как она вот комнату нормально чего печка тут греет тоже с этой стороны печка тут как бы в этом помещении за тепло обои с этим обоями сто лет ничего не будет не даст не знаю когда их уже меняли давненько уже лет пять может больше назад их переклеивали дверь вот такая как она картонная дверь так вот если стукнуть она насквозь пробьешь из картона сделано и вот здесь большая комната типа гостиная тоже обои тоже хорошие качественные линолеум тут постели ну тут нормально то линолеум тут не так давно делали ну как-то не так давно уже лет не знаю лет семь может лет 7-8 может назад ну ура он стоит ничего нормально надо ремонтировать тоже никогда все с ремонтом пока потом буду осенью ремонтировать полностью подготавливать зиме там все что надо будет полностью капиталить его так сказать вот так и живу короче вентилятор он сейчас жара была вон вентилятор включали хоть спасает немножко помогает тут как типа кухня микроволновка с не стоит сейчас у нас тут организовать ладно чудо буду на этом заканчивать небольшой обзор дома так сказать своего где живу печки туда все это отопление ладно на этом все заканчиваю это видео всем пока удачи до новых встреч